Водитель Порше, насмерть сбивший мужчину на пешеходном переходе в Москве, взят под стражу. Это решение Тверского суда столицы. Портан Саркисов, я напомню, гнал по столице с такой скоростью, что даже врезавшись в человека, еще 300 метров не мог остановиться. Был не трезв, по предварительной информации. Что грозит подсудимому, узнаем у Владимира Сороковых. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Коллега, ждем подробностей. Да, здравствуйте, коллеги. Совсем недавно закончилось избрание меры пресечения. А следователь, как и прокурор, настаивали на аресте. А вот позиция защиты оказалась не столь однозначной. Сперва они просили оставить Саркисова под подпиской о невыезде. А к концу своего выступления адвокаты уже были согласны и на домашний арест. Сам обвиняемый тоже выступил в суде. Он раскаялся и принес свои извинения семье погибшего. Давайте послушаем. Я не хотел не брать такой грех на душу. И приносить такого горя не в чью семью. Мне искренне очень жаль за такую глупость. И чтобы по такой глупости пострадал человек. Наверное, где-то в глубине души я бы предпочел, чтобы лучше бы это был я. Кроме того, в суде выступила мама обвиняемого. Она рассказала, что ее сын хороший человек. Ну, это вполне естественно. Кроме того, женщина поведала, что он с 12 лет учится в Лондоне, а в Москву приезжает на каникулы. Суд выслушал все доводы женщины, однако остался непреклонен. Избрать в отношении подозреваемого Саркисова меру пресечения в виде заключения по стражу. Установить срок содержания под стражу Саркисову на один месяц 29 суток, то есть до 19 апреля 2017 года. Да, в частности, немножко о обстоятельствах произошедшего. Вартан Саркисов утром в воскресенье двигался со стороны Воробьевых гор и на пешеходном переходе насмерть сбил человека. После чего протащил тело еще порядка 300 метров, врезался в припаркованные автомобили. Далее иномарка молодого человека загорелась. Так вот, изначально сообщалось, что он пытался скрыться с места происшествия. Но, тем не менее, в суде были озвучены показания свидетелей, которые свидетельствуют о том, что он стоял в 100 метрах от места происшествия и говорил о том, что виноват во всем он. Но вот есть и ложка дегтя. Выяснилось, в суде была зачитана медицинская экспертиза, согласно которой Вартан был пьян в момент ДТП. Поэтому сейчас, скорее всего, дело переквалифицируют по более тяжкой части статьи 256-й, а Вартану будет грозить до 7 лет лишения свободы. Коллеги. Спасибо Владимиру Сарковых об избрании меры пресечения для Вартана Саркисова, сбившего насмерть человека. Спасибо.